На рыбалку Алексей Макаров уезжает в 5 часов утра. Место всегда одно и то же, а река Акам. С утра Алексей варит кашу, потом переодевается, берет спиннинг и ящик для рыбацких принадлежностей. В прицепе – моторная лодка. Сама рыбалка начинается рано. На моторной лодке Алексей выплывает на середину реки, прицепляет к спиннингу воблер и наступает сам процесс. Мужчина рассказал, что в основном рыбачит троллингом, то есть забрасывает воблер, который опускается на глубину. Но 6 октября выдался день необычный. Я как раз там разворачивался, там широкое место, разворачивался, развернулся, а он мне хоп, спиннинг. Ну думаю, зацеп, потому что зацепов много. А потом гляжу, у меня ды-ды-ды-ды-ды-дергается. Думаю, что-то есть ли он. Вот сначала вроде как стуссовался, но потом потихонечку. Алексей рассказал, что подобная ситуация уже происходила ровно год назад. Тогда, казалось, он тоже поймал крупную рыбу и удил ее очень долго. Вот только в тот раз плетенка угодила между веслом и лодкой и порвалась. Теперь рыбу Алексей отпускать не захотел. Начинался процесс изматывания добычи. Мужчина отпускал рыбу, а затем снова и снова подводил к себе. Спиннинг и плетенка Алексея рассчитаны максимум на 30 килограмм. Поэтому действовать надо было медленно. Как назло, из-за поворота показалась баржа, а лодка мужчины стояла как раз у нее на пути. Алексей начал медленное движение к берегу. Там пришли на помощь другие рыбаки. Мы сначала не поймем, что это вообще, потому что захвозжи пойманы. Ну, правда, там поопытнее, видать, мужики, сразу один говорит, это толстолобик. Ну, еще маленько ее подтянул, подтянул, спиннинг передал, и сам уже пошел за жаброй его и на берег вытащил. Алексей ловил толстолобика два часа, полтора часа в воде и полчаса на берегу. Вытащив рыбу, с трудом погрузил ее в лодку. После того, как подплыл к машине, надо было переложить рыбу в прицеп. Алексей признался, что в процессе упал несколько раз. Дома его ждали родственники. Первым делом в рыбу взвесили – 49 килограммов. Если бы я не видела своими глазами, я бы не поверила, правда, честное слово. Он ловил больших рыб, щук ловил больших, ну, чтоб такую. А после начался долгий процесс разделки. Родственники признали, что заняло это около трех часов. В итоге получилось 10 стейков по 2 килограмма каждый. Вот такая вот чешуя была большая, тут вот все очищено. Вот кости. Вот, представляете, какие кости здесь вот громадные, как у мамонта. Аппетитная рыба привлекла внимание и кота семьи Макаровых. Лидия рассказала, что толстолобика все уже попробовали. Пробовали, пробовали. У снахи был день рождения как раз, и мы запекали ее в этом. Ну, понимаете, я думала, все-таки рыба такая, может, она и по возрасту. Я же ведь не понимаю, может, она и, как сказать, уже старая. Я говорю, какой же вкус. Ну, вообще сладкая, вкусная невозможная, даже никакого запаха нет. На дачном участке у семьи Макаровых обустроено абсолютно все для готовки рыбы. Здесь стоят коптильня и мангал. По словам Лидии, ее муж рыбачит практически каждые три дня. Возвращается с работы, день готовится, а потом в путь. До 6 октября Алексею попадались крупные рыбы. Например, судак весом 8 килограммов и щука на 11 килограммов. Теперь в эту коллекцию добавится еще одна голова толстолобика, которая весит 12 килограммов. Просто удача какая-то, я не знаю, может, сам Всевышний пасал. Он же не хищник толстолобик. Это вот надо ему, вот, плыл он рядом. Он, видать, хвостом махнул и попал под него. Крючки острые. Прям за хвост зацепился. Останавливаться на такой добыче мужчина не планирует. Завтра снова на рыбалку. Правда, говорит, поймать хотя бы пару щук. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город.